Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. По прошлому году у нас процент по русскому языку выше, чем в Республике Карелия. То есть 66% достаточно высокие. Учеников в школе Великой Губы стало больше. Из соседней деревни Великая Нива сюда перевели старшеклассников. Не все родители довольны. Всем участникам, которые дойдут до финиша на дистанции полумарафон, будут вручены уникальные медали из Шунгита. В поселке Пряжа впервые пройдет республиканский фестиваль бега полумарафон Карелла. Сегодня Петрозаводск отметил 70-летие окончания Второй мировой войны флэш-мобом. Расследованием всех обстоятельств гибели ребенка в Кимии займется специальная комиссия, которая будет создана по поручению главы региона. Напомним, 1 сентября в Кимии погиб 8-летний мальчик. Несчастье произошло во время игры со сверстниками. Ребенок скончался в реанимации Кемской районной больницы от кровопотери, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Как сообщили в Карельском следкоме, по предварительным данным, на живое ранение ребенок получил от сверстника. Мальчик отправился в гости к другу домой после линейки в школе. На место происшествия выехала следственная группа, возбуждено уголовное дело. Учебный год начался во всех 225 школах республики. В деревне Великая Нива и Великая Губа Медвежегорского района он принес новый порядок. Начальную школу в Великой Ниве, куда в этом году пришло 5 детей, оставили в селе. А среднюю и старшую перевели в соседнюю Великую Губу. Родители еще в августе об этом предупредили. Но у некоторых взрослых это вызвало крайне критичную реакцию. Александр Батов продолжит. Агния и Сергей Мамаевы – единственные родители во всей Великой Ниве, которые привели своих детей на торжественную линейку в честь 1 сентября. Они решили не портить праздник своим дочерям. Мы не собирались бы вставать, в принципе. Ну, решила не портить праздник. Пусть, не. Все-таки 1 сентября, первое. Поставили вообще всю бы школу здесь. Но начальные классы хотя бы оставили, и то неплохо. Потому что все-таки дети маленькие, пусть с мамой будут рядом. Нравится школа твоя? Да. Хорошо будешь учиться? Она хорошо учится. Я закончила на четверке и пятерке. На пятерке и на четверку? По-русски. Родители остальных учеников начальной школы в деревне Великая Нива, в этом году их всего пять, бойкотировали школьную линейку из-за того, что семеро школьников средних и старших классов теперь будут ездить на уроки в Великую Бубу. Родители считают, что вместе в одной школе детям было бы лучше. А каждый день ездить по 18 километров в школьном автобусе – это слишком. Однако, как выясняется, это как раз более мягкий вариант оптимизации. Ведь изначально местные власти и вовсе намеревались полностью закрыть Великонивскую школу, а всех ее учеников отправить в пришкольный интернат деревни Толвое, где они жили бы, не видя родителей с понедельника по пятницу, и которая расположена гораздо дальше Великой Губы. Однако в правительстве республики муниципалам не дали сделать такой шаг. Приезжала Валентина Васильевна Улич, которая сказала, однозначно на территории Великой Нивы надо оставить начальную школу. Дети начальной школы не должны проживать в интернате и также ездить по таким дорогам. Ну вот, значит, и на сегодняшний день начальная школа оставлена. Кроме того, не устраивает взрослое население Великой Нивы тот факт, что основное здание местной школы перед началом этого учебного года закрыло СЭС. И школу временно переселили в здание детского сада, где все еще доделывают косметический ремонт, но к самой учебе подготовились хорошо, что признают и сами учителя. Освещение неплохое. Освещение вот сделали, компьютерное оснащение. Об этом ничего не скажу. Пять учащихся, а у нас три компьютера. Чем же недовольны Великой Ниве? Тем, что детям придется каждый день ездить 18 километров до Великой Губы и обратно на школьном пазике? Наша съемочная группа проехала по этой дороге. Полпути грунтовка, полпути асфальт. Состояние вполне сносное, есть дороги куда хуже. Или что семерых школьников от пятого до девятого класса перевели в Великую Губу. Но ведь в Великой Нивской школе для них приходилось собирать учителей из других деревень, чтобы обеспечить преподавание школьной программы. И семерых учеников обучали девять педагогов. Кто на пол, кто на треть ставки, в том числе учителя-пенсионеры. А в Великой Губе, как говорят местные власти, ребята будут учиться в полноценных классах и получать нормальное образование. Объективно, очень сильная школа, и учителя очень сильные здесь. Что, кстати, показали экзамены по прошлому году. У нас процент по русскому языку выше, чем в республике Карелия. То есть 66% достаточно высокий. В Карелии есть опыт объединения малокомплектных школ. Как рассказывает директор средней школы поселка Надвоицы Ольга Дробинина, простым этот процесс ни для педагогов, ни для родителей, конечно, не был. Но теперь дети из соседних маленьких поселков получают в Надвоицкой школе действительно качественное образование. Возможностей для ребенка здесь гораздо больше, чем в маленьких сельских школах. Выпускники уверенно поступают в вузы, ежегодно есть медалисты. Сейчас у родителей нет претензий. Вот когда произошло присоединение полгинской школы, мы, конечно, ежемесячно выезжали в полгу, общались с родителями. Они к нам приезжали, смотрели, в каких условиях дети живут, и как они потом обучаются, то есть могли и в учебном процессе поучаствовать, поприсутствовать на уроках. Поэтому претензий таких не было, конечно. Об этом же говорил и карельский министр образования на недавней педагогической конференции. Все наши объективно правильные действия должны быть понятны людям, должны быть понятны родителям. И по большому счету мы должны объяснять, показывать, убеждать людей в своих действиях. По его словам, сейчас мы имеем дело с фактической дискриминацией детей по месту проживания. Ученики сельских малокомплектных школ по объективным причинам не получают знаний, достаточных для поступления в ВУЗ и получения социально привлекательной профессии. Между тем, в этом году впервые в республике был конкурс уже не только в ВУЗы, но и училища и техникумы. В некоторых по пять человек на место. Так что качество образования в школе для выпускников выходит на первый план. А после окончания Великогубской школы у учеников Медвежегорских деревень шансы продолжить учебу в колледже, институте или университете и в конце концов найти работу с достойной заработной платой много выше, чем если бы они отучились в школах своих родных деревень. Возможно, власти Медвежегорского района пока не сумели донести суть оптимизации до местных жителей. И день знаний в трех деревнях на берегу Онежского озера оказался несколько скомкан, но в любом случае состоялся. В 85-летний юбилей отметил заслуженный работник культуры России, лауреат литературной премии «Народный писатель Карелии», известный поэт и переводчик Марат Тарасов. В гостях у юбиляра побывал Александр Худилайнин. Глава поздравил народного писателя с этой знаменательной датой. Здравствуйте! 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 Карельские, за швейцарским механизмом, но карельские часы будут точное время показывать. Очень хорошо! Очень хорошо! Народному писателю Карелии Марату Тарасову исполнилось 85 лет. Книги его стихов начали издаваться еще в конце 40-х годов. Сначала в Карелии, потом в Москве. Именно он познакомил русских читателей Карелии и России за стихами национальных поэтов республики. Вместе с группой товарищей по Перу он перевел на русский язык карелло-финский эпос Калевала. Это был первый в России опыт адаптирования эпоса для читателей-школьников. Тарас Васильевич долго дружил с Робертом Рождественским. На встрече с главой он много говорил о поэте. Никак не могу привыкнуть к званию, так сказать, Роберта Великий. Столько мы с ним прошли дорог, тропинок, покорили, столько общались, жили в одной комнате общежития долго. Вот. И вдруг Великий. Вот. Но надо, говорю, к этому привыкать, что он действительно настоящий Великий. Мне прислали из Москвы книгу под рубрикой «Великие поэты». И там напечатаны стихи Роберта Рождественского. Уже власть признала и назвала его великим, как мы могли называть раньше только Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Марат Тарасов сегодня многое делает для друга поэта. Памятный знак Роберту Рождественскому, который недавно появился в Петрозаводске, был установлен по его инициативе. Теперь в планах Марата Васильевич открыть в Петрозаводске музей Рождественского, в той самой квартире, в которой поэт жил и работал. Сейчас коротко о других событиях республики. В Петрозаводске прошло торжественное открытие футбольного поля с искусственным покрытием у школы номер 42. Финансирование за счет субсидий из федерального бюджета Карелии в рамках программы развития физкультуры и спорта на 2006-2015 годы. На новом стадионе будут проходить не только уроки физкультуры, но и тренировки воспитанников детской спортшколы номер 7 Петрозаводска. В рамках этой же программы уже реконструированы стадионы в Сегеже, Медвежегорске, Аланце, Сартовале и городской стадион Юность в Петрозаводске. Два новых детских сада на улицах Мелентьевой и Петрова отправятся в Петрозаводске 3 сентября. Здания детских садов были возвращены в муниципальную систему дошкольного образования в прошлом году. С осени в зданиях шел ремонт. На восстановление дошкольных учреждений потратили более 60 миллионов рублей. Детские сады оборудованы по всем стандартам дошкольного образования. Они примут 210 дошколят. Карельские полицейские возводили уголовное дело по заявлению 73-летней жительницы Кондопоги, которую обманули экстрасенсы. Женщина регулярно переводила мошенникам деньги за дистанционное лечение по телефону. Позднее злоумышленники объявили о том, что пенсионерка выиграла крупную сумму и ей необходимо оплатить налог. В общей сложности женщина перевела на счет мошенников почти миллион рублей. Сегодня Петрозаводская мэрия объявила о начале приема заявок для отбора перевозчика по новому городскому маршруту номер 9, который свяжет Ключевую, Древлянку и Сулажгару. Стартовать автобус будет на Ключевой, далее отправиться через Куковку на Древлянку, затем в Сулажгару по лесному проспекту и улице Сулажгорской. Заявки будут принимать до 8 сентября, после чего победителя конкурса определят на заседании комиссии по транспортному обслуживанию. Оно состоится в мэрии 11 сентября. В эту субботу в поселке Пряжа впервые пройдет уникальное спортивное событие – открытый республиканский фестиваль «Бега-полумарафон Карьева». Регистрация участников уже завершена, но все желающие могут приехать в Пряжу и пробежать малую дистанцию – 5 километров. Что подготовили организаторы для зрителей и участников, расскажет Алиса Агранович. Заявки на участие в полумарафоне Карьева подали 170 человек. Чтобы пробежать 21 километр по берегу живописного озера Пряженское, приедут гости из других регионов России и даже из других стран. На полумарафон зарегистрировались спортсмены из Казахстана и из Турции. Во время своего визита в Карелию на форуме Содружества секретарь общественной палаты России Александр Бричалов поддержал проведение этого полумарафона и лично примет участие в нем. Он уже прошел регистрацию. Регистрация на полумарафон Карьева в Пряжи уже завершена, но все желающие поддержать фестиваль «Бега» могут присоединиться к марафонцам, пробежать 5-километровую дистанцию. К этому забегу допускаются участники от 10 лет. Пробежать 21 километр разрешают только совершеннолетним. Полумарафон Карьева будет не только большим спортивным праздником, но и настоящим фестивалем карельской культуры. У нас пройдет соревнование и мастер-классы по игре в кююке. Также на Пряженском спорткомплексе будут карельские коллективы, будут блюда карельской кухни, которые гости и участники вот этого фестиваля спорта смогут попробовать. Призы тоже будут в карельском стиле. Всем участникам, которые идут до финиша на дистанции полумарафон, будут вручены уникальные медали из шунгита на льняной кисенке с карельской вышивкой. Начнется карельский спортивный праздник в субботу в 11 часов на стадионе поселка Пряжа. Сегодня, 2 сентября, в мире отмечается День Победы во Второй мировой войне. В России, в городах воинской славы, сегодня прошел флешмоб. Не остался в стороне Петрозаводск, которому в апреле этого года указом президента было присвоено высокое звание. Сегодня, в день 70-й годовщины Победы во Второй мировой войне, десятки петрозаводчан собрались на набережной около памятника Кусину, чтобы отметить эту памятную дату. Ровно в 10 утра с шарами цвета георгиевского флага люди выстрелились в многометровое слово «Победа». Пришла молодежь. От малышей лицадовцев до студентов пришли ветераны Великой войны. Это красивое мероприятие, которое стоит того, чтобы в нем поучаствовать. Мы подаем пример нашим воспитанникам, поэтому мы сегодня здесь. А для вас лично присвоение звания города воинской славы, что это значит? Ну, это огромная гордость и огромная честь. Я труженик тыла. Я участвовала. В общем, я и на окопах была, и в похоронной команде была. День Победы я встречала у станка. Мы работали по 12 часов в день и в ночь. И в 4 часа ночи, 9 мая, с 8 на 9, Левитан передал 4 часа. Внимание, внимание, говорит Москва. Победа, капитуляция. Мастер бежит, девочки, выключайте станки. Мы выключили станки. Вышли на улицу и плакали. И пели. Такие флешмобы прошли сегодня по всей России, во всех городах воинской славы, которых в стране насчитывается 45. Петрозаводск был удостоен этого высокого звания в апреле этого года. И это все новости на сегодня. В студии был Яков Берлин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова